Всем привет, друзья! С вами Андрей, это канал Футбол, это Жизнь, и мы продолжаем нашу карьеру за игрока. Помимо того, что у нас закончились все карьеры за клубы, которые мы записывали в течение всего вот этого сезона FIFA 22, мы продолжаем, мне кажется, до самого Талова, пока не выйдет FIFA 23, и пока она не будет, так сказать, у меня на руках, мы будем продолжать карьеру за Хавьера Муниаса, потому что задачи некоторые мы еще не выполнили. А я напомню, что перед началом карьеры у нас были задачи, во-первых, это попасть в Мадридский Реал, повторить, так сказать, судьбу нашего отца, выиграть Лигу Чемпионов, там уже, в принципе, без разницы, с какой командой, выиграть трофей со сборной, мы выиграли Чемпионат Мира в 18 лет, и также выиграть золотой мяч. Все характеристики я там подправил, нашел, где и что в прошлом еще выпуске, поэтому у нас теперь рейтинг 89, и мне кажется, с таким рейтингом можно попасть в состав Мадридского Реала. Сейчас у нас трансферы, прецезонный турнир мы играть не будем, просто ждем предложения, будем надеяться, что из хорошей команды. Вот так вот, но на самом деле будем запоминать, что ждем уж точно Мадридский Реал. Друзья, а тут вот такое дело, мы зашли в центр состава, и смотрите, ПСЖ делает предложение. Я играл в чемпионате Франции, я его выигрывал в составе Марселя, я выиграл кубок даже Франции, причем обыграв в финале ПСЖ. Но вот ПСЖ, действующий обладатель Лиги Чемпионов, нам присылает, ну, готовит, если можно так сказать, предложение. Поэтому, я не знаю, тут будем думать, скорее всего, либо я запущу голосование в телеграм-канале, которое мы просто сейчас быстро проголосуем, либо сам буду думать, переходить ли нам в состав ПСЖ или нет. Тем более, вот, Реал Мадрид купил какого-то СОУ на позиции центрального защитника, не знаю, хватит ли им денег. Потом еще Леви Колвилл, двух центральных защитников подписал Реал, но у нас сейчас игра против Реверт Плейта. Ну что же, мы победили со счетом 4-3, проигрывали по ходу матча 1-0, сравняли 1-1, потом снова проигрывали 1-2, потом забил Манафа, Закария, снова дубль забил и Солер, ну, а потом уже там Фонтана забивает тоже дубль. Мы, кстати, голом не отличились. Так, а вот теперь захожу и уже Ювентус делает нам предложение. Вот я и не знаю, действительно, может быть, Валензия по цене не договорилась с ПСЖ, предложение мы от них не получили. Но вот топчики-то видно, готовят нам контракты, что ПСЖ, что Ювентус, но Ювентус уже не знаю, как топчик или нет. Надо вернуться в прошлый ролик и посмотреть, на каком месте Юви закончил сезон. Но у нас сейчас игра против Лестера, поэтому давайте переходить к результату. 2-0, я, кстати, забил, ну, получается, победный гол на 8-й минуте, а потом уже Солер увеличил наше преимущество и Дака не забил пенальти. Так, ну вот про нас-то вышла статья 10 июля, что блистательный Муни заинтересовал клуб ПСЖ. Вот, 39 голов у нас в Ла-Лиге было, ну а здесь все так же до сих пор Ювентус делает нам предложение. Итак, игра против Атлетико Минейро, форму я вообще менять не буду, все равно не я играю. И победа 2-0, и снова Муни забивает победный гол на 34-й минуте. Так, ну а Валенсия подписала Карла Саневу из Наполи за 32 миллиона. Это 27-летний левый защитник. Так, а вот теперь уже и Атлетико Мадрид заинтересованы в нашем переходе. Но насчет Испании я сразу говорил, даже если Барселона нам будет предлагать, я, наверное, буду отказывать и ждать предложения от Мадридского Реала. Ну вот, а тем более в Атлетико Мадрид переходить как-то неохота. Итак, мы в полуфинале предсезонного турнира, играем против Лейпцига. И сыграли 1-1, и по пенальти 5-4 все-таки обыграли. Кто все-таки забил? Мы снова, кстати, забили на 10-й минуте, потом Бамба забил на 81-й, дополнительное время вообще без событий. И смотрим пенальти. Солера не забил, Бамба забил. Ауе не забил, Санчес забил. То есть Лейпциг вел 2-0. Потом Гуэдеш, Ольма, Мунес мы забили. Отлично пенальти. Хайдара не забивает, Марк Сандр забивает, Пульсен не забил. Манафа, Анхелиня. Он тут вот прям напряжение шло до последнего. И вот, получается, наш голкипер вытащил, либо же сам Сарачи пробил мимо. Но мы в финале предсезонного турнира. Будем играть, кстати, против Лестера, который обыграли на групповой стадии. Итак, финал предсезонного турнира. Играем против Лестер Сити. И, внимание, обыграли 1-0. Солер забил. Замечательно. Нас заменили, кстати, на 64-й минуте. Так, ну что же, лучшим игроком предсезонного турнира, который пошел в Бразилии, стал, кстати, Солер. Не знаю, удивительно для кого-то или нет. Так, Саенс интересен румынской команде ФКСБ. Ну, а мы стали чемпионами предсезонного турнира. Так, ну и вот нам приходит предложение от Атлетика Мадрид. Договорился агент о зарплате в 70 тысяч евро в неделю. Сейчас посмотрим, какая у меня актуальная. У меня 10. 10 из-за того, что я переходил, когда у меня еще низкий был рейтинг. Вот, мне практически в 7 раз больше предлагает Атлетика Мадрид. Я сразу же вам говорил, я отклоняю предложение всех испанских команд, кроме мадридского Реала. Так, ну а вот и сумму мы, наконец-то, узнали. 226, ну, с половиной, либо 227 миллионов округляем. Предлагал Атлетика Мадрид за меня. Вот так вот. Так, и еще одна испанская команда, Вильяреал. Продлагает 40 с половиной тысяч евро в неделю. Я отклоняю. Ну вот, ну мне просто интересно, откуда у Вильяреала такие деньги. Узнаем ли мы сумму. Ну, а не поменьше, конечно, за 181 с половиной миллион. Так, ну а сейчас я даже перехожу и уже из английской премьер-лиги нам приходит предложение. Вот, Манчестер Сити. Вот, ну не приходит предложение, а, то есть, как бы только слух. Потому что PSG и Juventus до сих пор не прислали свои предложения. Так, а вот и предложение из английской премьер-лиги. Челси нам предлагают. И я бы, пожалуй, сначала бы посмотрел, на каком месте они закончили прошлый сезон. Так, ну я посмотрел, лондонская Челси заняла пятое место. Это значит, они будут участвовать в Лиге Европы. Но это точно не мой уровень. Из-за того, что я сейчас могу просто остаться в Валенсии, в команде чемпион Испании, и поучаствовать впервые для себя в Лиге чемпионов. Поэтому снова идти во второстепенные Еврокубки я вот честно не хочу. Поэтому предложение Челси я, к сожалению, отклоняю. Ну, как минимум на этот сезон. Вот, а Челси предлагали 244,5 миллиона евро за меня. Так, ну а вот теперь, заходя в центр состава, мы видим, что я теперь просто выставлен на трансфер. То есть никаких уже даже слухов нету по моему переходу. А у нас уже начинается чемпионат Испании. Но это все-таки уже, друзья, официальные игры. И, ну, у меня обязанности перед Валенсией. Потому что вдруг, если никуда я не уйду, мне придется еще один сезон, получается, ну, второй, более-менее полноценный, играть за Валенсию. Поэтому, естественно, мы переходим к игре против Атлетика Бильбао. Состав в наших экранах. Поехали. Ну что же, домашний наш стадион, и стадион Мисталья. Итак, оценка ниже 8,5. Пять передач на половине поля соперника. И голы к ударам. Давайте лучше передачи сделаю. Уильямс. И Долберг забивает. В итоге, перед самым перерывом, Атлетика Бильбао выходит вперед. Дальше на Дауда. Вот тут заброс на Ивоби. И, ух, какая комбинация это сейчас была. И Мунис один просто стоял. Давайте я попробую мяч забрать. Потому что нам-то отыгрываться надо, конечно. 73-я минута. Мунис забивает один из важнейших голов. Сравнивает счет. Так, Мунис. Передача на Айоу. И можно оно здесь сразу же было, конечно, отдавать. А вдруг это сейчас будет победный гол? Затянул, затянул, забей. И забивает Ануачу. Просто вот главное тут повести. Не получилось у меня. Получилось у Ануачу. Причем там можно было на пенальти вроде как поставить. Но я уж подумал, пусть уж Ануачу забивает. С пенальти не всегда. Возможен исход точно гол. А вот здесь вот просто уже пустые были ворота. Поэтому, слава богу, что так получилось. И все. Действительно, финальный свисток. Минимальная домашняя волевая победа. Во втором тайме, особенно в концовочке, Валенсия прибавила. И в итоге смогли держать важную победу на старте чемпионата. Ну а лучшим игроком стал Ануач. Все-таки он забил победный гол. Ну что же, по заданиям. Рейтинг матча мы выполнили. Передачи. Основную задачу мы сделали. Но вот соотношение голов к ударам не выполнили, к сожалению. Так, Лейпциг еще включается в борьбу за нас. Пока что слух. Но у нас сейчас один из самых важнейших, наверное, матчей первой половины. Играем против Барселоны. Мы идем на шестой строчке, а не на пятой. Вот еще играем на выезде. Поэтому серьезный соперник для нас. Составы на наших экранах. Поехали. Итак, мы на Камп Ноу. Но в Фифе это Эль Либертадор. Матч Барселона против Валенсии. Оценки ниже 8.5. Процентное владение. Либо забить гол и отдать передачу. Ну давайте вот это вот попробуем. Потому что вот за командное владение мячом я не могу 100% быть уверенным. Так, Закария. Ануачу. Отдает на нас передачу. Гол. Отлично. Уже на 11-й минуте. Хавер Мунин забивает. И уже второй гол во втором матче подряд. Ну и не точная передача. В перехвате очень хорошо отыграли игроки Барселоны. Потерян просто фан Дембеле. И это 1-1. Вот просто ошибка Невы. Нашего нового левого защитника. И все. Быстро вот так вот расчертили эту атаку. Ну и спокойно Дембеле уложил мяч в дальний угол. Так, Агуэрт. Отлично. Ну вот передачу. Гризман не отдал. В итоге Дембеле забивает дубль. Вот так. Практически идентично, как игра у нас была против Атлетика Бильбао. Мы тоже вроде первые пропустили, но потом двушку забили. Вот так же сделала все Барселона. Только в первом тайме. И Гризман делает счет 3-1. Шансы на победу уменьшаются в разы. Но надо будет стараться. Осталось полчаса игры. Надо забить как минимум 2. И все. Финальный сысток. Проиграли 3-1. Хоть и вели в счете, но это все-таки дух Барселоны. Это Камп Ноу. Тяжелое поражение для нас. Тем более в статусе действующего чемпиона Испании. Ну и по заданиям. Не выполнили рейтинг матча. Командное владение. Но выполнили как минимум основную сдачу по голу, либо голевому действию. Так, игроки отправляются в сборную. Это на товарищеские игры, поэтому не будем играть. Но прошла, кстати, жеребьевка Лиги Чемпионов. Давайте посмотрим сейчас. Начнем с группы А. МЮ, Баруси, Дортмунд, Фейнорд и РБ Зальцбург. ПСЖ, Аталанта, Славия, Прага, ЦСКА, Москва. Атлетика Мадрид, Тоттенхэм, Брюги, Паук. Бавария, Валенсия. Бавенсея, Леон и Шахтер. Ну, в принципе, группа для нас проходная. Ну, как минимум, второе место мы должны в этой группе забирать. Обыгрывая в двух матчах Леон, Шахтер. Ну, а с Баварией пободаться тоже можем. Ливерпуль, Лейпциг, Порту, Фенербахче. Реал Мадрид, Ливеркузен, Рома, Локомотив. Сити, Ювентус, Бенфико, Миддлэнд. И Барселона, Наполи, Спартак, Динамо, Киев. Так, ну и, кстати, Лейпциг предложение так и не прислал. И, в принципе, теперь у меня статус снова такой же. Выставлен просто на трансфер. Ну, что же, проводим мы последнюю игру в августе. Может быть, это будет, в принципе, последняя игра за Валенсию. Потому что в последние часы трансферного окна я все-таки вот верю, что придет нам наше заветное предложение. Валенсия против Севильи. Поехали. Итак, мы снова на местали. Валенсия против Севильи. Очередной серьезный соперник. На старте чемпионата оценка ниже 8.5. Голевой пас, либо успешные навесы. Я вот даже не знаю. Давайте успешные навесы попробуем взять. И будем с этих навесов как раз пытаться сделать голевую передачу. И вот, хороший момент. На даку мы отдаем. Он на нас. А может быть и забить попытаться. Но все-таки момент же такой. Отлично. Забивает Мунец. Третий гол в третьем матче. Ну, статистика пока что 100% для нас. В каждом матче мы забиваем. Так, Закария. Хорошую на меня передачу отдает. Тут и в контратаку отлично можно выходить. И подать. И забить. Пожалуйста. Да. То есть мы все выполнили. Мы и голевую еще отдали. Отлично. 8-7 минута. Моя первая голевая в этом сезоне. Если не ошибаюсь, то это Дака. Забил. Да, так и есть. Ну, а мы выполнили задачу тренера. Во-первых, еще и с навеса отдали голевую. И все. Финальный сток. Уверенная домашняя победа над Севилией. Гол плюс пас у меня за эту игру. Ну, и лучшим игроком еще признан я. Хотя у Даки абсолютно такая же статистика. 1 плюс 1. Но у меня оценка 9,8. Итак, все три задания я выполнил. И рейтинг матча. И голевую передачу. И основную задачу точных навесов дополнительно выполнить не получилось. Так, ну и сейчас все и решится. Уйдем ли мы из Валенсии. Или же останемся еще, ну, может быть на полгода. Так, по моим действиям я все так же выставлен на трансфер. Ну, что ж, друзья. Час остается до конца трансферного окна. Ни одно мы предложение не получили. Все так же выставлен на трансфер. Поэтому, ну, будем ждать. Может быть, за вот этот период сентября по декабрь я получу какое-нибудь предложение. Ну, а пока что остаемся в Валенсии. Так, ну, а зато Бенассер перешел из Милана в Валенсию. Вот. И звание лучшего игрока месяца. Мунис, Гризман, Фермино из Мадридского Реала и Белтран из Сельты. У нас сейчас игра против сборной США товарищеская. Я на позиции форварда, кстати, в сборной Мексики. И в итоге мы победили со счетом 2-0. Я ни один гол не забил. Может быть, посоветуйте тогда переделать позицию себе на позицию форварда. Если я в сборной Мексики играю на позиции форварда, так может мне и Валенсии просто сделать себе позицию форварда. Может быть, поэтому меня и купит Мадридский Реал. Так, ну и игра против сборной Аргентины. Сыграли 2-2. И я забил первый гол Мексики, который сравнял счет. Но потом уже мы вышли вперед, и Веласка у сборной Аргентины сравнял. Так, ну и игроком месяца в августе признан, кстати, Гризман. Ну что же, первые три матча для нас, я не знаю даже как оценить, более-менее удачные сложились, но правда 6 очков из 9 возможных. И сейчас Валенсия занимает 6-ю строчку. И играем против Эспаньола, которые начали сезон, ну неубедительно, 17-е место. Ни разу еще не победили, сыграли один раз в ничью и дважды проиграли. Составы на ваших экранах. Поехали. Ну что же, мы в Барселоне. Если я все правильно понимаю, что Эспаньол Барселоновская команда. Итак, задание. Ниже 8-5, передачи точные. Ну давайте лучше передачи попробуем. Вот. И у Муниса хорошая статистика пока что. Забил три мяча в трех последних матчах. Причем ровно гол за игру. При том, что это не просто статистика, а действительно в каждой игре я забивал. И 1-0. Вот так вот. Пацан. Пацан вроде его зовут. Пацан Дака. Пацан забивает на 11-й минуте ворота нашего бывшего вратаря, который перешел в Эспаньол. Да, Кота забил. Поэтому еще одна подача. И еще один гол. То есть не зря я сейчас вспомнил первый гол. Вот. Очень хорошо Валенсия играет на стандартах. Отличная подача. И снова Сильсон. Здесь уже, правда, выручил более-менее. Но руки салфетки. И в итоге забивает у нас наев Агуэрт. Так, а вот и неточная передача. И гол. 40-ая минута. Эспаньол уменьшает наше преимущество. И забивает Рауль де Томаш. И все. Финальный сысток. Минимальная выездная победа Валенсии. Дака и Агуэрт у нас забили. Причем двумя подачами с углового. Лучшим игроком признан Дака. У него оценка 8,7. Даут, вот как я и говорю, отдал две голевые. Просто навесив. Итак, по заданиям мы не выполнили оценку. Получили 7,3. Точные передачи у нас 62%. Надо было 65. И ни одного гола мы сегодня не забили. Даже из-за пределов штрафной. Ну что же, знаменательное событие у нас сегодня. Впервые за карьеру мы будем участвовать в Лиге Чемпионов. И сразу же против мощной Баварии на выезде. Мы обладатели с вами и Лиги Европы, и Лиги Конференций. Поэтому в этом году, если уж мы в Валенции остаемся, я не знаю, пока что минимум на полгода, то может быть и с Валенцией что-то покажем. Потому что сказали, что нам повезло с жеребьевкой. И мы должны из этой группы выходить. Посмотрим состав Баварии. Я хочу посмотреть на новеньких футболистов. У них играет Магуайр, Монтиель. Вроде Монтиеля не было. И Сака. Все остальные вроде все, которые и были. Но мы начинаем. Ну что же, мы в городе Мюнхене. Альянс Стадиум нас приветствует. Болельщики приготовили перформанс там вроде Филиппа Лама. Вот они наши болельщики, которые дождались. Того, что мы вот так вот из прошлого сезона, играя в Лиге Конференций, в этом уже играем в Лиге Чемпионов. Так, командное обладение, три перехвата и оценка. Ну, походу, придется только оценку брать, потому что другое я ничего выполнить не смогу. Командное обладение не от меня зависит, а от команды. И перехваты, ну, все-таки нападающие там не всегда получаются. Так, Монтиель не дал пройти этому навесу. И забиваем все-таки с рикошетом таким. Но Ануачу поражает ворота Баварии. И, слава богу, выходим вперед. Здесь уже нет у меня разницы, забью я, не забью. Отдам голевую, не отдам. Здесь главное забивать вот именно Баварии в Лиге Чемпионов. И пока что, ну, вот более-менее получилось. И вот такой курьезный гол пропускает Бавария. Ой-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй, вот так вот. Ну, не сказать, чтобы сразу, но все же Бавария отыгрывается еще в первом тайме. Это было логично, что так все и будет, но. Как-то вот неаккуратно сыграли в обороне и пропускаем. И второй гол сразу же залетает. Горецко. 37-я минута. Я даже с этого ракуста там и не видел ничего. Вот Лимандовский пас с пяточкой. И... Ну, Мамардашвили как-то неубедительно начинает свой сезон в Лиге Чемпионов. И все. Финальный свисток. Минимальное выездное у нас поражение. Хоть мы и вели по ходу матча, но Бавария это все-таки Бавария. Она взяла и сравняла счет сначала, а потом и вышла вперед. Так, ну и по заданиям. Кстати, рейтинг матча я не выполнил. Понятно было. Но вот три перехвата я совершил. На удивление. И 52% владения мячом. Так, ну и сейчас, на мое удивление, Барселона, кстати, тоже уже очки потеряла. То есть они обыграли нас, кому-то проиграли. А Рая Великана пока что идет на первом месте. Я так понимаю, у них три победы и одна ничья. И никому Рая Великана еще не проигрывали. Но у нас игра против Реал Соседа, да? Мы идем на третьем месте, они на восьмом. Но это все-таки старт чемпионата. Еще ничего это не решает. Турнирное расположение. Составы на ваших экранах. Поехали. Ну что же, мы на эстадиуме Сталия. Валенсия принимает Реал Соседат. И, так, задание. Перехваты, точные передачи. Ну, давайте снова точные передачи, значит, будем брать. Ой-ой-ой, а формы-то как ужасно тут подобраны. Только по шортам, скорее всего, можно будет здесь более-менее понять. Реал Соседат, они белые, у нас черные. Мунис, неплох. Ануачу. Отлично. Ну и надо же здесь забивать. Конечно же. 1-0. 22-ая минута. Наконец-то забивает Хавьер Мунис. Мунис. Увидел забегание Ануачу и отдает голевую передачу. Вот просто с Ануачу всегда идет вот эта рифма. Передачу, передачу. Поэтому все. 1-1 у нас уже за первый тайм. Неплохо. Дака здесь на меня отдал. Я не стал жадничать. Увидел, что отлично забегал Ануачу. И он увеличивает наше преимущество. Мунис. Ну и попробуем посмотреть, получится ли взорваться сейчас на фланге у мексиканца. Отличный проход. А может быть и пробить. Какой гол! Забивает Хавьер Мунис. Просто шикарный момент. И Валенсия громит Риал Соседат дома уже в первом тайме. 3-0. Шикарное смещение с фланга. Немного в центр. И из-за пределов штрафной Мунис забивает дубль. Сегодня еще раз посмотрим на этот шикарный повтор, на этот шикарный гол. Просто все здесь было замечательно. От штанги еще мяч залетает. Ой-ой-ой-ой-ой. И Карлос Нева забивает еще и автогол. 55-ая минута. Ну, очень обидный момент, что я еще могу сказать. Перехватить-то он этот прострел перехватил. Но еще и в своей забил. Так, Ануачу. И это хэт-трик. Отлично. Как же сейчас все было замечательно сделано. Мунис забивает впервые за сезон 3 мяча. И вот Риал Соседат стал этой командой, которая пропустила впервые в этом сезоне хэт-трик. Я надеюсь впервые, потому что хэт-трик в сезоне мы еще повторим. Ну, а здесь, ну, просто замечательно. Передача на Ануачу. Он еще и увидел нас в забегании. Но здесь просто все по пустым. С нерабочей левой ноги. И хэт-трик Муниса, который, мне кажется, ну, затмит вот эту вот историю с автоголом Карлоса Невы. Так, Мунис. Ну, и здесь можно на ускорении действовать. Мунис неплох. Идем мы дальше. Хавьер Мунис. Выход 1 на 1. И это покер. И это покер. 74-я минута. Отлично. Показывает себя Валенсия в этом матче. Как минимум в чемпионате сейчас неплохо может себя показать Валенсия. Потому что лидеры вроде как не набирают очки. Идет там Реал Валидолит вроде, если не ошибаюсь, про который мы говорили. У нас одно очко отставания до него. Мы уже сравняли даже с Барселоной, которая нас обыграла. Они потеряли очки. И вот. В итоге покер забивает Хавьер Мунис в ворота Реал Соседада. На домашнем стадионе. В концовке встречи. Подача прям на Муниса пошла. Но. С нашим ростом выиграть этот мяч было бы трудно. В итоге 5-1. Покер Хавьера Муниса. Плюс еще и голевая передача на Ануачу. Забираем мы естественно мяч. И идем за спокойной душой домой. Ну что же. Выполнили мы 2 задания из 3. Оценка не ниже 8,5. 83% точных передач. И не сделали ни одного перехвата на половине поля соперника. Так. Ну а я вот зашел еще раз. В центр состав. И Тоттенхэм делает мне предложение. Ну что же. После вот такого замечательного события. Как победа на Тренал Соседадам. Со счетом 5-1. У нас выездная игра против Леванты. Они идут на 14 строчке. Мы все так же делим вторую строчку с Барселоны. Рая Валикана. Также еще я так понимаю никому не проигрывали. Может быть им прям повезло с календарем. Либо что там все таки. Ну действительно ни разу еще не проиграли. Так же как и Реал Мадрид. Атлетика Мадрид. И вот Рая Валикана. Другие мне кажется уже все. Ну да. По разу уже точно проиграли. Поэтому терять очки нам ни в коем случае нельзя. Надо обыгрывать Леванты. Составы на наших ранах. Поехали. Ну что же. Вот и наши болельщики. Приехали поддержать. На выездной игре против Леванты. И задание. Оценка ниже 8.5. Командное владение. И давайте 3 удара. Мне кажется за игру мы точно нанесем. Закария. Ануачи. Ну здесь и вобби. И забивает Ануачи в итоге. А мне еще за что-то плохую позицию поставили. Ну да ладно. Главное что забили и вышли вперед. Так. Мунис. На ложном. Ну надо забивать. Конечно же. В самую девятку. Просто постояли. Подождали. И решили рвануть. Как в последний путь. И Мунис забивает очередной гол. В Ла Лиге. За Валенсию. Мунис. Ускоряется и бежит вперед. Штрафного здесь не будет. Мунис. Ну что это дубль может быть нет. Нет. Мяч отобрали. А вот и вернули. И Мунис забивает в итоге дубль. В концовке встречи. Восемидесятая минута. 3-0. И все. Финальный сесток. Со счетом 3-0. Валенсия разгромила Леванте. На выезде. Ну что же. Мунис является игроком встречи. Забил два мяча. Ну и сделали мы два задания из трех. Оценка выше. 8,5. 55 процентов надо было. Процент владения мячом. Но мы сделали только 50. Вот. И понесли три удара. Даже дополнительную задачу выполнили. Итак. Очередное у нас испанское противостояние в чемпионате Испании. Играем мы против Сельты. Они идут на седьмой строчке. И кстати Барселона очки потеряла. Я так понимаю. Они сыграли с кем-то в ничью. Поэтому мы теперь законно занимаем единственную вторую строчку. Но плотность высокая. Одну очку отставания на драйв Великана. И одну очку лидерства над третьим местом. Где сейчас идет мадридский Реал. Поэтому игра для нас домашняя. Постараемся естественно снова сегодня одержать верх. Поехали. Ну что же. Стадиуме стали. Снова нас приветствует. Валенсия. Встречается против Сельты. Оценка ниже 8,5. Забить один гол. И командная. Ну я не знаю. Давайте оценку лучше попробуем. Два гола может быть я вряд ли забью. Опять форма. Немножечко светлая у обеих команд. Надо вот точно выбирать. Заранее смотреть. Чтобы у нас была вот белая. А у соперников темная. Потому что в любом случае мне кажется у Сельты есть темная форма. И вот этот момент. Дака. Не забивает. Передача эта была шикарная. Просто переложи ногу на рабочую. А меня еще и меняют. Выпускает Дэниэля Васса. Ну что же. Заканчивается матч. Закончился он со счетом 0-0. Не смогла Валенсия забить Сельте. Хоть по владению мы и превосходили. Но вот по ударам, по опасным моментам точно было в плюсе именно Сельта в этом матче. Ни одно задание из трех мы не выполнили. Не получилось ни забить. Ни оценку нужную получить. Ни командное владение. 3% набрать не получилось. Так. А вот и предложение от Тоттенхэма. Все таки пришло нам предложение от них. Это второе уже предложение от английской команды. При том что Тоттенхэм платит еще и больше всех зарплату. До этого был только Челси. 130 тысяч евро в неделю предлагали. Так. Ну а по турнирному расположению. Тоттенхэм занял в прошлом сезоне четвертое место. То есть они даже получше выступили нежели чем Челси. Но все таки мы знаем вот эту вот байку где-то. Не байку. То что ну Тоттенхэм без трофейная команда. А я хочу все таки выиграть Лигу Чемпионов. Поэтому максимум я бы там в топовые команды бы перешел. В топ 3 прошлого сезона. Это Ливерпуль, МЮ и Манчестер Сити. Поэтому от Тоттенхэма я отказываюсь. Так. Ну и Тоттенхэм хотел меня купить за 184 миллиона 400 тысяч евро. Ну это практически на уровне Вильяреала. Ну что же. Сейчас у нас последний матч в сегодняшнем выпуске. Более-менее равный. Из-за того что нам сейчас просто необходимо обыгрывать Леон. Они набрали очки в матче против Шахтера. Поэтому надо обыграть Леон. И мне кажется вот Леон это наш единственный соперник за второе место Лиги Чемпионов. Если мы все таки проиграли Баварии. То надо набирать полностью все очки с Леоном и с Шахтером. Составы на наших экранах. Поехали. Ну что же. Вот она первая игра для нас дома. На Мистали. На Мистали возвращается Лига Чемпионов. Валенсия против Леона. Задание оценка ниже 8.5. Удары по воротам и соотношение. Давайте постараемся три удара нанести. Муниес. И первый гол в Лиге Чемпионов забивает Хавьер Муниес. Именно ворота Леона на домашнем стадионе. Ну просто замечательно. Фух. Немножко выдохнули. Первым же ударом в этом матче. И мы выходим вперед. Сольный вот здесь проход. Прошли Денайра. Дальше в толпу прям залетели и забили с левой ноги. Ой-ой-ой. Ну как же проходит сейчас. Муниес оборону Леона и забивает дубль. Просто замечательно. 52-ая минута. 2-0. Валенсия обыгрывает Леон. Вот просто я не понимаю. Один из самых опасных игроков европейского футбола последних двух лет. И на него не вешают опеку. Просто защита побежала за кем-то другим. Думая, что Муниес будет отдавать на них передачу. Но Муниес пошел дальше сам. В итоге 2-0. Так, Муниес. Передача на Ивоби. Ивоби отдает на Муниес. Ну что, это сразу же хэт-рик. Во втором матче Лиги Чемпионов? Да. Муниес забивает хэт-рик. На это ему понадобилось всего лишь 2 игры в Лиге Чемпионов. Вот просто шикарно. Второй хэт-рик в сегодняшнем выпуске. Второй хэт-рик в сезоне. И все. Финальный свисток. Можно сказать, первый хэт-рик Муниеса. Потому что в матче с Реал Соседатом мы все-таки забили покер. Но это все равно знаменательное событие. Забили, во-первых, и первый гол сегодня в Лиге Чемпионов. Во-вторых, еще и сразу же хэт-рик. Ну что же, лучшим игроком, без сомнений, стал Хавер Муниес. 3 забитых мяча. Оценка 10-0. Итак, выполнили мы 2 задания из 3. Не ниже оценку 8-5. Нанесли 6 ударов по воротам. Но вот соотношение голов к ударам 42%. А надо было 60. Итак, сентябрь. Кандидат в название игрока месяца. Исак, Муниес, Фермина и Мамардашвили. Вот. Поэтому, ну посмотрим, кто все-таки станет игроком месяца. Мы, кстати, с Фермина дважды уже попадаем подряд. А вот, кстати, Гризман из Барса как-то себя не очень, наверное, проявляет, раз не попал. Так, игроки отправляются в сборную. И меня отправили Марина в Италию и Васа в Данию. У нас там, наверное, какие-то товарищеские матчи будут. Так, их тут у меня вообще, кстати, нету. Очень странно. Ну что же, на сегодня мы заканчиваем выпуск. Теперь у нас на канале будут выходить только ролики по карьере за игрока. Из-за того, что мы закончили карьеры за клубы. Вот. Поэтому будем добивать эту карьеру до конца. Ребята, всем спасибо большое за просмотр. Обязательно подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. Не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать наши новые видеоролики и стримы. Ну, с вами был Андрей и канал Футбол. Это жизнь. До встречи, друзья. Всем до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok